Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 9 июня, и хотя я очень редко сейчас показываю вам цветы различные, которые у меня растут, потому что мне некогда весной, ну сейчас уже начало лета, но все равно. Но про петунию я хочу вам сказать, потому что у меня сейчас вот есть такой явный, наглядный пример, как меняется петуния от способов формирования. Я, чтобы не рассказывать, как я сеяла, ну я сеяла просто вот так насыпом, такие семена, кто смотрел видео мои тут видел, потом кошка уронила у меня кот, я распекировала в самых ранней стадии, в фазе двух семидолей, и вот все, дальше она у меня росла. Ни разу я ее не подкармливала, ничем я за нее не ухаживала, потому что это у меня не основной, как бы больше у меня томаты, вы все видите, что у меня основное место занимает томаты, томаты. И вот еще давно, до наступления холодов, я ее рассадила вот в такие кашпо, рассадила загущено, чтобы получить такой большой-большой, как букет в одном большом кашпо. Сразу же прищипнула во время высадки все. И вот так вот она у меня сейчас, она, кстати, стояла у меня здесь и в похолодании, я вот маленькое видео прицеплю в конце, где покажу, какая она была. Потом она пережила все грады, и последний град, вот немножко, листики повредил, пробил. И как бы вот такие конопушки, такие же, как на томатах, на ней есть. Но ничего, у нее листья обрастают очень быстро, она сейчас восстановится. Самое главное, что я вам хотела сказать. Вот, кто-то прищипывает, кто-то выращивает бетонию без прищипки. Просто высаживают, ну как на клумбу, там вдоль бордюра. Сейчас я покажу вам, чем отличается прищипнутая бетония, то есть сформированная, без прищипки. Вот эти я рассадила, но несколько экземпляров у меня остались. И они, конечно, стояли, я их не прищипывала. Они сейчас уже зацвели, вот шесть штук осталось. Ну посмотрите, какая, какой сам форма куста некрасивая, вытянутая. Вот это вот будулыжина, как бы вам показать-то. Ну вот, видите, какая она, у меня даже не хватает вот ширины вот этой камеры, чтобы передать ее длину. Она длинная-предлинная, на конце болтается вот этот цветочек, бутончики. Еще, конечно, тут будут у нее цветы, но вы видите, у нее даже нет пасынков. Потому что если ее не прищипнуть, не дать ей стимул на выращивание вот этих боковых побегов, она будет вот такая. Если на клумбу высадить петунию, не прищипнуть, она, конечно, вот так поляжет, но у нее будет намного меньше цветов. Что мы видим у той петунии, которая прищипнутая? Она уже тоже у меня зацветает, она даже цвела, только град, тут было два цветка, уже град побил. Вы видите, сколько у прищипнутой, прям все-все-все в этих бутошках. Вот каждый вот этот, каждое окончание этого, ну как побега, этого пасынка, она вся, во-первых, в пасынках, вся вот в этих. И вы понимаете же, что каждая вот эта верхушка у меня закончится цветком. Потом, конечно, я в конце вам покажу, если не забуду. О, град собака пробил. Ну, будет зрелище, конечно, намного красивее. Все это будет эстетически, конечно, приятнее глазу, чем вот такая вот. Вот она, длиннотень. Она тоже хорошая, все у нее, листики. Единственное, что вот эта петуния, она долго у меня стояла, ну, во время похолодания на улице. И без всякой поддержки я потом не опрыскивала, не подкармливала. Если честно, не до нее было, тут помидоры бы спасти. И поэтому она немножко бледного такого цвета, потому что холод еще она не оправилась. Но поверьте, вот сейчас наступят хорошие теплые дни, и она будет пышная такая, зеленая. И вот все-все-все-все будет в цветочках. Все. Вот это наглядный пример, как ведет себя куст петунии, который не прищипнули вовремя, и который прищипнули. Вот это прищипывала я после четвертого, пятого, шестого листа, ну, где как пришлось. Я вот ее высадила, и сразу раз-раз-раз-раз-раз все верхушки отщипнула прямо здесь же, в кашпу. Предварительно я ее не прищипывала. Так мне быстрее показалось, что вот я сначала высадила, потом все ее сняла, этот верх. Сразу же начала она куститься, и как вы видите, результат превзошел себя прям каша-малаша, как я люблю. Все, до свидания. С вами была Ольга Чернова. Это петуния, которая прищипнутая, и которая не прищипнутая. А петуния, которую я высадила еще до наступления холодов, и без укрытия не замерзла, ничего с ней не сделалось. Единственное, что ей потом нужна будет подкормка, все-таки несколько ночей с минусовыми температурами она пережила, и листики пожелтели. Ну, это мы используем.